В одном из Чебоксарских детских садов ко дню пожилых подготовились основательно. Малыши подготовили для бабушек и дедушек необычные подарки. Какие? Узнавали мои коллеги. Этим утром в подготовительной группе 136 детского сада вовсю кипела работа. Ребята вырезали, клеили и одним словом мастерили открытки для пожилых людей. Чтоб чувство доброе согрели, именно так называется акция, которую в этом году проводят воспитатели совместно с малышами. Самодельные подарки и теплые слова дошли до самых главных героев этого дня. Медальончик ребята подготовили специально для вас. Сейчас, 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 обязательно. Ребята, спасибо большое. Ой, как красиво. А с крылышкой и цветочек подарим. Ой, как красиво. Примите, пожалуйста, у нас цветочек. Спасибо, спасибо. Спасибо, маленькие. Для многих пенсионеров такое поздравление было неожиданным. Поднимает хорошее настроение. Почти каждый год, каждый год поздравляет. Ой, не ожидала. Просто вы ушли на улицу, вот это. И очень большое спасибо вам. Очень хорошее мероприятие придумали. Ребята не забыли и о своих родных бабушках и дедушках. Я люблю своих бабушек и дедушек. Они самые лучшие. И я хочу подарить для них подарок. Своим бабушкам и дедушкам просто подарим цветы и открытки. Вот уже третий год воспитанники детского сада радуют случайных прохожих подарками и вниманием. И в этом им помогают родители. Каждый раз они вместе придумывают что-то новое и необычное, чтобы еще больше удивить пожилых прохожих. Основная идея этого мероприятия – обратить внимание подрастающего поколения на людей преклонного возраста. Мы воспитываем уважение к людям старшего поколения, бережное отношение, чуткое отношение, чтобы вырастить достойное подрастающее поколение. Она очень нравится детям, они охотно принимают в ней участие. Этим утром малыши поздравили всего 20 человек, но это не главное. У каждого из бабушек и дедушек на душе стало теплее и на лице заиграла улыбка. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.